Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Сегодня я буду готовить на зиму огурчики. Маринованные огурчики без стерилизации. Я готовлю так огурчики уже много-много лет. Так готовила моя мама и я научилась у моей мамы. Прежде всего, как вы знаете, нужно банку обязательно помыть содой. Чистую губку или тряпочку берете. И хорошенечко, особенно горлышко и донышко хорошо. Потом промыли хорошо водичкой. И над водой, над паром вы стерилизуете баночку. Или же, кто хочет, может брать в духовке при низкой температуре 150 градусов. Все. Банка не обязательно должна быть сухая для огурцов, потому что мы будем заливать кипятком. Итак, банка у меня готова. Что нам нужно сделать дальше? Дальше вот у меня огурчики. Они у меня постояли в воде. Хорошо, во-первых, сначала огурчики хорошо промываем. Вот они у меня огурчики. Это очень хорошие огурчики. Тверденькие голландские огурчики. Они очень хороши в маринаде. Огурчики голландские, вот особенно амур. Ну и там еще другие есть сорта. Ну вот я всегда вот раньше садила, когда у меня, когда жила в частном секторе, я всегда садила огурчики амур. Они очень-очень хорошие и маринованные, и как бочковые. И вообще во всех консервациях очень хорошо себя показали. Они хрустящие и тверденькие. Вот, итак, что мы делаем? Эти огурчики я взяла, помыла, а потом замочила где-то на полчасика. Больше не надо. Ну, вы будете смотреть. Если вы купили на рынке огурцы, и они у вас такие веловатые, значит, надо подольше, два-три часа, чтобы они стали такими упругенькими. Потом почему? Если вы зальете один-два раза кипятком, а потом рассолом, они впитают все. И у вас получится вот так вот мало. На банке получится очень мало здесь рассола. Итак, что мы делаем? Нам понадобится, конечно же, понадобится, конечно же, вот укропчик. Сухой укроп, в смысле это у меня сухой укроп, но он свежий укроп. Сейчас вот я уже говорила, вот эти зонтиками, укропчик зонтиками, я его нарезала. И у меня все время есть укроп. Вот я его использую, пойду снова куплю. Сейчас очень много людей продает укроп. Ну, на дно баночки мы бросаем зонтиками укроп. И палочки также. Вот когда вы купите укроп такой, и вот законсервировали, у вас он остался. Значит, берите и, как я, вот нарезали и засушили. Так, здесь у нас укропчик. Теперь нам понадобится сюда, вот у меня хрен. Лист хрена. Для чего хрен кладется? Ну, вот сюда на двухлитровую баночку я положу вот пол листа. Ну, это большой листик. Мы нарезаем просто вот такими, любыми, как вам удобно. Но небольшими, конечно, листами, потому что он вам будет и мешать. И огурцы не будут, да, залазить. Вот. Вот он такой туговатый, потому что здесь у меня вот такие вот палочки. А палочки тоже очень хорошо. Так, сюда мы на дно кладем хрен. Теперь, вот у меня перчик. Перчик можно горький ложить. И тот, который сейчас вот молоденький. Или же у вас засушенный есть старый перец, который горький. Ну, вот я вот попробовала, и вам тоже вот советую всегда пробовать. Вот, к языку притронули губам. Ну, к языку лучше. Вот. Потому что если он не горький, то тогда у вас ничего здесь не получится. У вас будут невкусные огурчики. И так. Ну, вот я, он горький. Я вот осторожно, смотрите, потом, чтобы глазам не дотронуться. Бросаем сюда перчик. Теперь мне понадобится болгарский перчик. Болгарский перчик я тоже вот, ну, где-то половинка. Вот мы бросаем два кусочка сюда. Сюда вот кусочек, и сюда кусочек. Хрен у нас здесь. Теперь, сюда нам нужно положить чесночок. Сильно много чеснока в консервацию не нужно ложить, потому что они дают сильное брожение. Вот. Ну, вот мы бросаем. Три-четыре зубчика я бросаю чесночка сюда. Теперь, что мне надо? Мне надо сюда лавровый листик. Ну, я бросаю, обязательно помойте его. Два-три штучки лаврового листика. Вот. Бросаем сюда два листика лавровых. Теперь, у меня здесь лист черной смородины. Черная смородина дает очень-очень вкусненький вкус. Она дает такой аромат в огурчиках. Так что, если у вас есть, пожалуйста, ложите огурчики, эти веточки смородины сюда. Вот. Одна и две. Ну, потом мы будем переслаивать и будем смотреть. Еще будем добавлять. Теперь, сюда нам нужно горошком, душистый перчик. Ну, вот я бросила, сколько у меня тут поместилось. Он не, не, как говорят, не помешает там и не испортит нашу консервацию. Вот. И горький перчик. Я даже не считаю, сколько штук, а просто вот положила сюда и все. Теперь, мы закладываем огурчики. Ну, вот сначала вот мы берем побольше огурчики, которые у вас большие будут. Вот. И хорошенечко, вот маленькие, ну, маленькие, вот где у вас тут будет пространство, чтобы у вас не было здесь никаких пустот. Вот смотрите, я закладываю, да, огурчики. Теперь, я тоже буду обязательно, вот укропчиком, все время перекладываем укропчиком. Вот не жалейте укроп. Укроп дает очень-очень-очень вкусненький вкус. Вот. И сюда же вот, у меня, видите, какие большие эти листики смородины, листик смородины. Так. Теперь огурчики сюда, сюда. У меня вот водичка начинает закипать. Говорю сразу, воду можно брать. Если у вас чистая вода из крана, из-под крана, можете чистую, можете водичку из-под крана наливать. Вот. А если нет, значит, покупаем в магазине или жародниковая вода, или качающий кран, там, скважина. Ну, будете смотреть. Вот. Видите. Теперь. Тоже мы прослаиваем, тоже обязательно, ну, листом хрена. Вот я, если вам не хватит, значит, еще сюда. Вот. Теперь. Вот аж до конца мы будем. Водичка у нас уже, уже начинает закипать. Учтите, что вода должна быть, водичка должна быть кипящая. Значит так. Вот я вот сделала это все. Теперь я. Вот так вот. О, хорошо. Сюда еще, если маленький огурчик такой был, чтобы он... Нет, сюда все. Уже достаточно, потому что все. Ну, и сюда мы вот положим еще хрен, лист хрена. Так. Крышечки у меня тоже стерилизованные. И мы стерилизуем крышечки в воде. Я уже говорила, беру мисочку, сюда наливаю водичку, потом сито у меня такое, чтобы макароны просиживать. Вот. Взяли сюда сито, поставили баночку чистую, а в водичке крышечки у меня кипят. Потом я достаю оттуда и пинцетиком, и они у меня здесь на полотенечке обсыхают. Все. Вот сейчас закипит, и мы будем заливать. Итак. Водичка у нас уже кипит. Крутой кипяток, бурлит она. Банка у нас готова. Берем чашечку. Я всегда беру чашечку. Во-первых, удобно, что рукой. Рука вот, вы не обожжете руку. Ну вот. А кому удобно, можете ополовниками, или кто как хочет. Вот. В принципе, можно даже, если будет маленькая кастрюлька, то... Ну, маленькая не будет, потому что я делаю двухлитровую банку, и мне нужно сюда два литра воды, чтобы у вас воды было достаточно. Если вам не хватит воды, значит, одновременно вы с какой-то кастрюлькой ставьте еще и чайничек там, или еще кастрюльку, что если вам не хватит водички, вы с той кастрюльки добавите сюда в банку. Итак, если появится у вас тут пенка, пена от воды, ну, вода там уже и грязная вода, ну, будете смотреть, вы эту пенку обязательно собирайте ложечкой. Это консервация. Консервацию нужно делать очень стерильно. Итак, вода кипит. Вот мы берем, наливаем, и до конца вот так вот наливаем сюда на огурчики. На горлышко банки мы не льем, для того, чтобы у нас банка не треснула. Вот мы сейчас зальем первый раз. Видите, у меня была полтора литровая кастрюлька. Я побоялась туда, что мне не хватит два литра, и взяла два с половиной литра. Вот у меня водичка остается. Так что вы смотрите, берите маленькую кастрюльку, берите, какая она вас смотрит. Итак, вот мы первый раз, первый раз залили огурчики. Итак, теперь, когда огурчики у нас, не надо ждать, чтобы банка была холодная, не надо. А просто, вот вы будете, чтобы ручками можно было браться. Когда банка вот так вот будет, чтобы вы сможете свободно брать руками, тогда берем и сливаем в кастрюльку водичку. Вот, и снова ее прокипятим, и второй раз зальем. Вот я уже могу ручки держать, а здесь вообще уже прям хорошо остыло. Теперь я открываю крышечку и сливаю сюда водичку, сливаю. Водичка становится такая у нас зеленоватенькая, потому что огурчики уже у нас раз водичкой ошпарились. Так, все, вот у нас мы слили, опустились они немножечко. Ну, теперь мы включаем огонек. Сейчас закипит, мы зальем второй раз, а третий раз будем делать рассол. Водичка закипела второй раз, мы выключаем. И сейчас вот у меня уже здесь она уже вымеренная сколько, то есть мы из баночки взяли ее и знаем, сколько сейчас у нас водички. Вы можете даже кастрюльку брать и кастрюлькой наливать сюда из кастрюльки. Берете, чтобы вы только руки себе не обожили. И на огурчики, не на банку, не на горлышко. Так, раз, два, три, все, готово. Прямо до самого горлышка, потому что огурчики сейчас питают. Все, накрываем, накрываем крышечкой и пусть остывает. Теперь, что мы делаем дальше? Дальше, пока у нас вот будет остывать вот этот кипяток, Мы берем, отмериваем сюда, в эту кастрюльку, отмериваем сахар и соль. Нам нужно 60 граммов сахара и 60 граммов соли крупной. Это на двухлитровой банку. Если вы будете консервировать огурцы в литровой баночке, тогда вам нужно будет 30 граммов сахара и 30 граммов соли, крупной соли. Мелкая не годится сюда. Ну вот мы на весах. Вот даже, знаете, я сейчас вот ложкой, если у кого нет весов, сейчас я ложкой приблизительно, вот скажу, вот у меня очень хорошие весы. Я это буду брать без верха. Одна ложка без верха. Мне нужно 60 граммов. 50, одна, две. Три. Это у меня три и чуть-чуть, и половинка. Четыре. Вот, получается 3 столовых ложки и одна пол ложечки. Короче, 3,5 ложки. Но, если у вас, конечно, весы есть, лучше весами. Или там какая-то емкость. 60 граммов сахара. Сюда мы забрасываем. Теперь соли. Сколько мне нужно сюда соли? Тоже нужна нам крупная соль. Сейчас я тоже измерю. Мне нужно 60 граммов. Ну, я всегда на весах. Или там рюмочки есть. Вот знаете, когда раньше были рюмочки, савдеповские рюмочки. У меня даже есть такие. Мама всегда ими уксус мерила. Ну вот, сейчас тоже без верха. Так. Раз. 20 граммов. Два. Без верха. 60 граммов. Получается, тоже у нас здесь, тут 3 ложки. Там 3,5 сахара, а тут 3. Ну, лучше, конечно же, на весах отмерьте 60 и 60. Или на литровую банку 30 и 30. И сюда мы закладываем. Все. Теперь. Когда вот сейчас водичку мы сольем, мы перекипятим рассол. А сюда мы добавим 4 столовых ложки. Это получается на литровую банку, а на 2-х литровую 8 столовых ложек уксуса 9%. Получается, вот я хочу сказать, чтобы вы запомнили, в столовой ложечку, в столовой ложке уксуса 15 граммов. Запомните. Если вам там надо, вот я сейчас огурцы кладу, в огурцы всегда наливаю, в 2-х литровую, 8 ложек. Потому что в моей семье любят такие вот, как магазины. В магазине все даже такие остренькие. А если вы хотите, тогда сделайте, вот на литровую банку надо 4 столовых ложки. Ну, 3 можете налить туда уксуса. Ну, я вот делаю так. Вот моей семье нравятся больше такие, чтобы были кисленькие. Все. Я слила третий раз. То есть второй раз слила и третий раз у нас кипит. Здесь у нас и соль, и сахар. Сейчас очень быстро закипит, растворится сахар, растворится соль. А мы тем временем возьмем уксус 9% и нальем сюда 8 столовых ложек. А если вы будете делать литровую, значит 4 столовых ложки. А кто не любит кислые, кто любит, чтобы только были такие чуть-чуть кисленькие, тогда 3 ложки. Так, кипит и лысуется. Все. Делаем последний у нас последний штришок. Сейчас мы выключаем, открываем крышечку. И сейчас мы зальем прямо из кастрюльки. Так, маринадом зальем и закрутим. Главное здесь, чтобы попала еврокрышка в резьбу. Если у вас не попадет в резьбу, значит это плохо. Может банка взорвать. Хотя евробанки всегда очень хорошо хранятся. И хорошо консервация здесь хранится. Так, вот. О! Хорошо. Ай, горячая. Горячая, студы и дурачи. Опа! Вот так вот. Посмотрите, дорогие мои. Все. Наши огурчики готовы. Сейчас я возьму эту банку, отнесу ее в комнату другую и накрою теплым одеялом. Или же теплым полотенцем. У кого что есть. Все. Переворачивать такие банки не нужно. Вот мой советик. Переходите только на евробанки. У меня сын перешел только на евробанки. И я тоже теперь только на евробанки. Никакой возни нет. Вот это крути этим. Крути. Оно шипит. Такие крышки плохие, вот которые трехлитровые бутыльки. Кстати, трехлитровые бутыльки банки тоже сейчас есть евробанки. Все, дорогие мои. На этом я буду с вами прощаться. Вот. Желаю всем всего самого хорошего. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Вот. Все. Всем всего самого-самого-самого-самого хорошего. Чистого неба над головой. Всего самого хорошего для всех простых, хороших людей. До свидания.